Выпуск новостей телеканала «Губерния» продолжит рубрика «История выборов». Она посвящена 8 сентября, единому дню голосования. О каких партиях и других политических движениях пойдет речь сегодня узнаем от Вячеслава Корнева. Здравствуйте. Вы знаете, мы совсем забыли о референдумах. Но когда-то именно на них решалось будущее нашей страны или нашего села, что, возможно, даже более важно. Я не шучу. Референдумы несколько раз проводились в селах Хабаровского края. Однако начнем с самого известного, всесоюзного. Возможность проведения референдума, то есть прямого волеизъявления избирателей, минуя депутатов по вопросам устройства страны, появилась еще в сталинской конституции 1936 года, которая формально была невероятно демократической передовой. В действительности референдуму понадобился в СССР единственный раз, когда государство уже разваливалось на глазах. К началу 1991 года о своем выходе из Союза заявили Прибалтийские республики, а в самой крупной из республик РСФСР. И фактически было двоевластие. На расстоянии нескольких сотен метров в Кремле и в так называемом Белом доме одновременно заседали Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР. Чтобы заручиться поддержкой населения, Михаил Горбачев, на тот момент президент Советского Союза, внес в Верховный Совет СССР предложение провести референдум о сохранении единого государства. Будет союз Михаил Горбачев? Убежден. А какой союз? Надо быть совершенно человеком неосведомленным или, по крайней мере, безответственным, чтобы придерживаться другого мнения. Сохранение союза – это нужно нам, здесь, живущим в этой огромной стране. И я думаю, это нужно всем вам. Вопрос референдума был сформулирован весьма коварно. Считаете ли вы необходимым сохранение союза как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Этот текст вызывал множество вопросов. Что, например, такое союз равноправных суверенных республик? Но ответить можно было только «да» или «нет». Объединенная демократическая оппозиция в Верховном Совете СССР требовалось сделать вопрос референдума более понятным, но его оставили без изменений. Верховный Совет РСФСР, председателем которого был тогда Борис Ельцин, воспринял это как попытку избавиться от него, но остановить референдум уже не мог. Простите, пожалуйста, за что вы голосовали? За союз или против? Да, за союз. Почему? Потому что я считаю, что единственное необходимое сейчас. А вы за что голосовали? Против союза. Почему? Ну, я считаю, что каждая республика сама должна определяться. Не в силах остановить референдум, Верховный Совет РСФСР пошел на ответное коварство. Одновременно с всесоюзным референдумом был назначен всероссийский референдум. Гражданам РСФСР предложили ввести пост президента России в пику президенту СССР Горбачеву. Причем все прекрасно понимали, что речь идет именно о Борисе Ельцине, главном сопернике Горбачева, на протяжении последних нескольких лет. Я не пытаюсь оправдываться. Я на съезде поведу наступательную политику. И конструктивную, это самое главное. Ельцин в 1991 году еще был полон сил, он внятно говорил еще, и хорошо выглядел. И за то, чтобы ввести в Россию пост президента, проголосовал 71% проголосовавших. И еще больше 76% проголосовало за сохранение Советского Союза. Интересно, что единственным российским регионом, проголосовавшим против Союза, была Свердловская область. То есть в Екатеринбурге традиции вольнодумства сильнее, чем в Москве. В Хабаровском крае за сохранение Союза проголосовало чуть больше 70%. Реальную силу возымел только результат референдума о введении поста президента России. 12 июня 1991 года были проведены всероссийские выборы, на которых победил Борис Ельцин. Что касается сохранения Союза, то в течение всего лета шел так называемый Новоогаревский процесс. В Новоогарево главы суверенных республик договаривались об условиях вхождения в тот самый обновленный Союз, за который проголосовали на референдуме. Подписание договора сорвал путь ГКЧП. По иронии судьбы, члены ГКЧП, пытавшиеся захватить власть ради сохранения Союза, его же и похоронили. После подавления путчи ни о каком Союзе никто из руководителей республик и слышать не хотел. В истории России было еще несколько референдумов. В 1993 году был, например, референдум о доверии президенту Ельцину, потом референдум по новой конституции, но про них уже почти забыли. Лучше я расскажу про референдумы в Хабаровском крае. Они были, мне кажется, гораздо интереснее, но уже завтра.